Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, можно ли сажать просроченные семена. Каждый, наверное, встречался с такой ситуацией, когда при разборке своих пакетов с семенами мы вдруг встречаем полюбившийся нам сорт, а срок годности уже истек. Сначала давайте разберемся, что такое срок годности семян и что такое схожесть семян. При покупке на пакетах мы видим такую надпись, как годность до или срок реализации, и видим здесь дату. Вот эта дата устанавливается законодательно, а схожесть семян – это биологическая характеристика растения. Это способность семян прорастать в течение какого-то времени. При покупке нам очень интересна будет вот эта дата, но для посадки нам более интересен будет срок схожести семян. Каждая культура, семена каждой культуры имеют разные сроки схожести. Я выписала специально, чтобы не ошибиться, сколько лет можно хранить семена определенных культур. Например, арбуз можно хранить 6-8 лет, баклажан 3-5 года, бавы 5-6 лет, горох 5-6 лет, дыню 6-8 лет, кабачки 6-8 лет, капусту 4-5 лет, кукурузу 2-3 года, лук 3-4 года, морковь 2-3 года, огурец 6-8 лет, петрушку 3 года, перец 3 года, редис 4-5 лет, редьку и репу 4-5 лет, салат, семена салата можно хранить год, максимум 2, семена свеклы 4-5 лет, семена сельдерея год 2, томата 4-5 лет, укропа 2 года, фасоль 5-6 лет и щавель 2-3 года. Вот из этого списка мы видим, что меньше всего хранятся семена салата и сельдерея. Салат и сельдерея нельзя сажать, когда уже срок годности истек. Семена огурцов – это рекорд смены по сроку хранения, и даже еще есть такие наблюдения, что старыми семенами огурцы даже всходят еще лучше. Если у вас есть какие-то сомнительные семена, то их нужно проверить на всхожесть. Как проверить семена на всхожесть? Для этого нужно сделать контрольную, скажем так, ну не посадку, а замачивание контрольное. Берем влажную марлю, помещаем ее на какую-то емкость. Дальше берем семена, которые мы хотим исследовать. Если у вас много в пакете семян, вот как, например, здесь в моркови семян достаточно много, то берем 10 семечек. Обязательно нужно взять 10 семечек, потому что это будет проще. И помещаем их вот на нашу влажную марлю. 7, 8, 7, 10. Почему 10? Потому что мы так легче высчитывать процент всхожести. Можно взять, конечно, 20, можно взять любое количество, но если взять 10, то легче высчитывать процент всхожести. И вот так вот накрываем нашу. Для того, чтобы влажность оставалась постоянной, помещаем в полиэтиленовый пакет. И оставляем примерно на 10 дней. Потому что срок всхожести разных культур разный, но он колеблется от 7 до 10 дней. Самое тугосхожее это петрушка 17 дней, а в основном где-то в порядке 10 дней. Вот если по истечении 10 дней ни одно зернышко не проклюнулось, значит эти семена всхожесть потеряли. Если проклюнулись 3 зернышка, а остальные не проклюнулись, то у нас всхожесть 30%. Это очень маленькая всхожесть. То же самое не стоит сажать такие семена. А вот если у нас из 10 только 3 не проснулись, тогда всхожесть у нас получается 70%. Что делать, если в пакете 10 семян? Если в пакете 5 семян. Вы очень хотите посадить, но посадить их отдельно, вот эти вот семена с сомнительной схожестью, посадить отдельно для того, чтобы не занимать лишние емкости и не тратить около окна вот это вот наше светлое пространство. Часто в магазине продаются семена с очень большой оценкой, срок годности которых заканчивается вот в текущем году. Такие семена покупать можно, потому что вы буквально за копейки можете купить элитные сорта, которые дорого стоят, можете купить ваши любимые сорта. А наши советы помогут проконтролировать схожесть и посадить именно схожие хорошие живые семена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok